Ольга, рок-портал Экорибрилов У нас прибыл еще один участник группы, кстати, Вячеслав Мы очень рады Вас видеть А вот на самом деле, такой очень трепетный момент, что с раздачей воды получается очень правильное, хорошее отношение к своей публике И публика отвечает взаимностью Как Вы нашли вот это свое понимание? Ну, мы вообще изначально все так позиционировали Кстати, это еще один из участников группы, Дмитрий Он к нам присоединяется, наконец, теперь мы в полном споре Сперва в сердце, броня Мы просто изначально, вот, как бы, когда-то, естественно, мы были обычными слушателями, любителями панк-рока Ходили на концерты на всякие И вот лично мне всегда казалось, что все люди, которые выступают на сцене, они где-то далеко Они недосягаемые до простого человека маленького Они как бы рок-звезды, да, а мы вот простые школьники обычные, которые слушают на кассетах какие-то там панк-альбомы, спорники Вот, и, как бы, вот это вот ощущение, какая-то есть досягаемая черта, да, за которую нельзя забраться Вот это, как бы, ну, не нравилось Единственное, что не нравилось, хотелось же что-нибудь спросить человека, да, там Или, там, не знаю, там, показать свои записи Вот, и, когда неожиданно к нам пришел успех, и в нашу группу стало слышно много людей То мы, как бы, вот, изначально так себя не стали ставить, чтобы там, дистанцируемся от публики Нам даже не нравится слово фанат, мы, ну, себя поправляем, если кто-то в интервью спрашивает, как ваши фанаты относятся к кому-то Мы говорим, что мы обычно используем слово слушатель Потому что фанаты все на футболе, там, я не знаю, или где-нибудь, там, в церкви, какие-нибудь фанаты, знаете, такие, прям, которые не думают, а просто фанатеют А у нас вдумчивый слушатель, он понимает песни, ему нравится, он услышал в песне какую-нибудь отсылку, какую-нибудь книгу, он просто взял книгу прочитал Вот, нам вот это очень нравится Поэтому, мы с каждым выступлением выходим в зал, там, общаемся со всеми, вот, как обычно, вот, столом, пьем чай, там, вот, ну, как бы, и, ну, поэтому, вот, у нас сложилась вот такая вот гармония своя с нашими слушателями Поэтому, как бы, ну, мы хотим, как бы, чтобы им было комфортно на концертах Вот мы решили, что надо воду, типа, людям, они же пить хотят, но мы тоже хотим Поэтому, что мы, там, купили пару ящиков воды, там, или в баклах 10 штук-5 литровых, и пусть ребята попьют, как бы, это... Меня зовут Филипп Алексей, портал Малуфест и Рокистик Мюзик Вопрос следующий В общем-то, вы одна из немногих групп за последнее количество лет, которая, вот, достаточно быстро прогрессировала и доделась вам определенного успеха Проанализировав ваш этот путь, есть, как бы, три составляющих вот этого успеха Это вот изначальные, пусть, может быть, и мини-туры, чё-то там по городам и деревьям России, да, которые у вас там начинались, там, года три еще назад Пусть они там были абсолютно коммерчески невыгодными, это все было понятно изначально, да С другой стороны, определенная первая компания, которая была в социальных сетях, в интернете вообще, да, и в третьей это, скажем так, актуальные творчества Которые, ну, востребованы сегодняшним зрителям вашим Я бы не хотел, чтобы вы сейчас ответили на мой вопрос, который я задам, что вот эти три составляющих, а это все вместе, есть наш успех Вот без чего, без этого можно было бы обойтись, или наоборот, что из этого более важно? Ну, это как бы совет, там, группам, которые пытаются, 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 и у них нет, и у них ничего не получается Смотри, значит, во-первых, вот эти три пункта, их надо поменять местами, потому что самый главный пункт, это творческий Ну, то есть творчество, оно является, ну, решающим, доминирующим пунктом, потому что, то есть, вообще, если говорить, как бы, откровенно У нас никогда изначально не было никакой стратегии, что сейчас мы запишем хитов, а сейчас мы поедем за свой счет ездить два года по городам, а потом у нас все попрет, и там, то есть, ничего не было такого Просто нам нравится вот этим всем заниматься, нам это все прикольно, нам прикольно петь песни и петь про то, про чем мы думаем, как бы, то есть, возмущает какой-нибудь вопрос, например, да, назрел, и мы распели об этом песню Поэтому мы, как, каждая участная группа в песню верит, и когда играют ее, он проживает, так говоря, эту песню, прямо на сцене, там, на репетиции Вот, и мы просто начали такие песни играть за песню, потому что нас, как бы, мы ощущали недостаток подобного творчества, хотели сами слушать такую музыку, ну, какие-то, хотели слушать отечественный панк-рок на русском языке, и вот такие песни Но, что-то их никто не играет, мы решили, будем сами играть и получать удовольствие от этого Стали записывать, выкладывать в интернет, и обнаружили, что огромное количество людей, незнакомых, не наших друзей, которые, там, типа, чтобы тебя не отбежать, решили сделать репост А вообще незнакомые люди из других городов, начали это все растаскивать, и получилось, как бы, такое сарафанное радио, типа, один другому кинул, там, другой третьему, таки, у, нифига Типа, значит, что-то есть в наших песнях, что людям нравится, то есть, есть какой-то потенциал Вот, когда это осознали, и, ну, как бы, мы поняли, что это просто будет распространяться хаотически само И, ну, есть, как бы, смысл уже больших усилий вкладывать в это, то есть, что это воздастся, как бы, да, будет какая-то обратная связь от слушателей, от публики Вот, поэтому мы, как бы, нам было прикольно ездить в другие города, абсолютно, там, за свой счет, полностью, там Мы попадали на концерты, где люди нас видели первый раз, и они угорали, и мы угорали тоже от этого И, то есть, вот так, где-то года два мы катались, у нас появилась аудитория Вот, потом, когда мы выпустили альбом «Олдосы панк-рок», на тот момент уже аудитория какая-то набралась, такая достаточно, ну, не такая, как сейчас, но, не знаю, там, сколько тысяч, три тысячи человек У нас было в сообществе три тысячи человек, но, по факту, их было чуть больше, потому что, по статистике, если смотреть, да И вот они уже взяли, вот, помогли растасить этот альбом по всему интернету, прям со всем И вот, все так и получилось, то есть, и все благодаря людям Вот, и, конечно, уже дальше, если, там, говорить о пиаре Пиар — это инструмент, который просто ускоряет распространение в народе песен, которые людей могут цеплять Если песни не цепляют, то никакой пиар не поможет, можете продать квартиру в Москве, например, и еще участок, там, в Подмосковье И на эти деньги устроить себе пиар-акцию, и просто она провалится Если песни не работают, не цепляют, люди послушали, остались равнодушны, просто Вот, поэтому, ну, как бы, нам просто повезло оказаться в нужное время, в нужном месте Заниматься таким творчеством, вот, в это время, в этой стране И, ну, раз людям это нравится, и они слушают, значит, они так же думают, как мы Ну, это самое главное, наверное И тогда второй еще вопрос Я знаю, что ты достаточно продавитый поэт, и у тебя очень много материала Который, я так понимаю, что вы не успеваете записывать Да, так, такое есть, да Вот, и в связи с этим вопрос Какие планы со всем этим? Потому что ты постоянно пишешь, пишешь, пишешь Потому что вы еще там не записали, там, какие-то предыдущие Я хотел бы сборник стихов Сборник стихов хотелось бы выпустить, там, не знаю, что-нибудь такое Но это, поэзия, она вне времени живет И на сборник стихов может идти 10-15 лет И, как бы, нет никаких дедлайнов, сроков Просто, как только накопилось материала на книжку, можно выпустить книжку А так, как бы, ну, оно в стол пишется Ну, или в интернет выкладывается, там, в виде маленького паблика какого-то со стихами А песни, ну, лучшие песни мы стараемся Которые подходят под формат порнофильмов Мы стараемся с порнофильмами делать И там, записывать Вот, какие-то песни, которые не подходят под формат порнофильмов Я бы их назвал дворовыми или авторскими Или вот что-то из такого разряда Может быть, это ближе к какому-то, к стилю русский рок, например Не знаю, ну, мне кажется, что такие песни Для кого-то они могут показаться унылыми и скучными Поэтому мы их хотим делать с группой Потому что тогда группа порнофильмов из панк-рока станет просто роком И, ну, это не то, что мы хотели бы делать в группе То есть мы хотим именно играть панк-рок Вот Многие просто скатываются Начинают панк-рок играть, а потом раз И просто что-то вообще неадекватное Начинают как-то нудяйца натянуть Ну, кому это надо? А? Не, мы не будем называть примеры Вы и сами их знаете наверняка Вот Все же на виду Все альбомы доступны в свободном прослушании Можно правда резервировать Мы просто Нам такой нравится панк-рок Американский Не знаю, ну, Better Religion, например Rough Spring Anti-Flag Куча групп вот таких Они же не скатываются в рок Они играют панк-рок Как бы что там 20 лет назад сейчас И это круто Вот И мы тоже хотим так же рубить как бы Вот только в России И чтобы такие же группы еще повелялись Побольше И там пойдет волна И на всех фестивалях страны будет только панк-рок играть Здравствуйте, Виктория Интернет издание Recruit.ru У меня вопрос опять про ваш концерт в клубе Дождь Мажор Вы его назвали ностальгическим Вот такой вопрос Вы вообще часто поднимаете свои старые работы, слушаете песни И хотелось бы ли вам что-то переработать? Периодически бывает Ну, это такой первый раз, когда мы серьезно решили поднять Старые материалы, архив Ну, еще такой момент, то что Когда мы эти все песни сочиняли в 2012 году Там был другой барабанщик Поэтому Кирилл вообще этих песен, ну, не знал Особо даже, как бы, не расслушивал И тут вот как раз Всю основную работу пришлось проделать Кириллу Он заново сочинил все партии Заново Мы переаранжировали многие песни Вот Ну и Отдохнули от старой программы Которую мы играем уже вот последний год Русская мечта Могу Степан Крохов И там Основные такие песни, которые мы сегодня вот играли Ну, просто Иногда бывает, что ты песню поешь уже там в двухсотый раз И как-то она уже, ну, на автомате получается И нет той скрыли Тут мы раз и как-то, ну, отдохнули Ну, поиграли полностью еще другие песни И как-то новые эмоции, ощущения И в том числе это нас вдохновило даже вот на создание нового альбома, которым мы сейчас занимаемся Вот Спасибо И еще вопрос Вот на ваших выступлениях уже не первый раз делали предложение Это было и сейчас на Доброфесте, это было на творческом вечере в Володе Как вы считаете, с чем это связано и что это для вас значит? Вообще нам приятно, да То, что люди именно на нашем выступлении решают сделать такой шаг Потому что, ну, этот шаг он делается один раз в жизни И, ну, у некоторых не один Но там конкретно у двух конкретных людей такой шаг делается один раз всего лишь Продолжение, да И его можно сделать там дома, можно сделать в ресторане А можно сделать на Доброфесте, ну, например, на какой-нибудь другой группе Ну, они выбирают именно про наше выступление Они заранее договаривались с нами И, ну, нам очень приятно, что они выбрали наше выступление Я только не слышал, что девочка сказала Она там согласилась сказать И, по-моему, сказала, нет, я не хочу Я вообще... Будем надеяться, что да Спасибо Спасибо И еще один вопрос На творческом вечере Володе Также была девушка Юля, которая прошла конкурс каверов Выиграла Вот, то есть вы с ней репетировали Вы с ней выступали? Ничего не репетировали на ходу Я имею в виду перед концертом, да То есть вы чекались, вы... Нет, вообще сразу, прям сходу Серьезно Вот Но вы выступали И каково настолько близко общаться со слушателями? Так а мы с ними все время общаемся Очень многие пишут письма, мы на все отвечаем То есть у нас со многими вообще мы подружились Это абсолютно нормально Все как одна большая тусовка Мы не хотим себя ставить выше других людей, которые слушают нашу музыку Мы же сами слушаем свои песни, я не слушаю наши песни Поэтому мы все равны и одинаковы И, ну... Поэтому для нас общение это обычная нормальная вещь Если... Многие люди пишут аккорно, спрашивают там Или что-нибудь еще там интересуется Ну, правда в последнее время писем очень много пишут Я иногда не успеваю, например, отвечать Ну, я стараюсь разгребать почты Как-то, ну, всем, всем хочу уделить как пять минут Ну, люди вроде понимают, как-то, что загруженность такая мощная Ребят, спасибо вам большое А можно последний вопрос будет? Вот давайте ребятам От организаторов, да, из конференции Скажите, пожалуйста Вот прошедший ролик Доброфест 2015 Всем известно, что саундтреком стала ваша песня Вот можно от каждого из вас по одному, ну, скажем так, слову, да, эмоции Что для вас вот стало то, что именно ваша песня стала, собственно говоря, саундтреком? Ну, на самом деле у меня в первую очередь это вызвало некую гордость Потому что мы долго очень шли по этому пути, там, занимались усердно очень И вот на тот момент вот практически апогеем нашего вот этого творчества стало то, что вот нашу песню взяли в официальный ролик И прям такая сразу гордость за себя взяла за руку, что вот мы не зря все время все это делали И вот один из таких наиболее весомых результатов нашего творчества Ну да, очень приятно, конечно Но песня вообще была написана, она посвящена нашему другу Павлу Шамкаренко Который из города Набережной Челны, если лучше найти Да, да, да Вот, он покончил свою жизнь самоубийством несколько лет назад Вот, такая история Да, эта песня посвящается всем людям, которые поотчаиваются, находясь далеко в провинциальном городке У которых окружение совершенно другое Бывают такие люди, которые не пьют, не курят, интересуются каким-то там творчеством А кругом, ну, другие совсем интересы у молодежи И он как белый ворона, и ему тяжело Вот, и каждому, кому тяжело, вот эту песню адресовано Извините, что я перебил Может, благодаря ролику я больше услышу людей Это действительно кому-то поможет в трудную минуту Спасибо вам большое Уважаемые журналисты, если есть какие-то индивидуальные вопросы Еще одного человека не выслушали Давайте тоже вас услышим Прошу прощения Наверное, как ребята считают Может, приятно Вы взяли нашу песню Вот здесь Вы взяли нашу песню